Сегодня у нас шестая глава книжки Пикока Бейенон, которая называется «Знание о себе и иллюзии трансценденции». Ну, сначала я скажу пару слов по поводу общего впечатления своего от главы. Общее впечатление двоякое. С одной стороны, ясность изложения мне показалась большей, чем, ну, например, в главе про модельности. С другой стороны, глава имеет такой явно характер незаконченного рассуждения, чего сам Пикок не скрывает, то есть он приводит некоторый аргумент, но полностью не строит никакую теорию, которую можно было бы противопоставить тому взгляду, который он критикует. То есть в конце такое жирное многоточие. Ну и вот некоторые обращающие на себя внимание чисто лингвистические моменты. Глава называется «Иллюзии во множественном числе». Однако в тексте главы упоминается иллюзия. Что он имел в виду, вводя это различие между единственным множественным числом, мне осталось непонятно. Возможно, это просто недосмотр. А возможно, есть еще какие-то иллюзии, которые он имеет в виду, но ясно их в тексте не раскрыл. Ну или, по крайней мере, мне это осталось неясно. Вот, значит, структура от главы. Глава начинается с обведения. Далее ибрут пять параграфов. Первый параграф называется «Репрезентационная независимость». Там Пикок формулирует основное различие, которое он потом будет использовать. Дальше глава «Дельта теории», где с помощью сформулированного ранее различия он намечает основной способ объяснения, который он будет использовать. Третий параграф «Репрезентационная независимость вне точки зрения от первого лица», где он рассматривает ограничение применения своего объяснительного подхода. Четвертый параграф «Иллюзия и ее источник», собственно, сконцентрировавший в себе критику трансцендентального или трансценденталистского подхода. И пятый параграф «Знание о себе» «Бессубъектность и редакционистский взгляд», где он, опять же, рассматривает ограничение применения своего подхода, но уже не по отношению к тому, что объясняется, а по отношению к тому, с какими теоретическими постулатами или установками этот подход может быть совместим. Так, видение. В виде философов, говорит Пикок, постоянно имеет место стремление к тому, чтобы постулировать существование трансцендентального субъекта опыта и мышления. Здесь опять имеет место интересное терминологическое переключение между словами «трансцендентный» и «трансцендентальный». Пикок использует их оба, однако не поясняет, во-первых, видит ли он какое-то различие между ними, по крайней мере, по отношению к его собственной аргументации. Ну и то, о чем он говорит, в сущности, это действительно трансцендентальный подход. Однако, то, за что он его критикует, это как раз иллюзия трансцендентности. То есть представление о том, что имеются какие-то объекты, в данном случае он говорит об объекте, который называется «я», которые, ну если пользоваться кантовским пониманием этого термина, лежат за границами познаваемого. Вот, этот, значит, подход трансцендентальный, который он критикует, он говорит, присутствует у Канта, Шопенгауэр, Рагусерля и раннего Виккинштейна. И он считает, что это стремление является результатом комбинации глубокого прозрения с коренной ошибкой. В чем же состоит это глубокое прозрение и коренная ошибка? Прозрение, как он говорит, состоит в распознавании проблемы интеграции, которая требует философского решения. В данном случае проблемы интеграции по отношению к «я». А ошибка состоит, с его точки зрения, в том, чтобы пытаться достичь интеграции посредством принятия экзотического домена, включающего трансцендентное сущее. Вместо того, чтобы, ну то есть это делается, вместо того, чтобы пересмотреть и углубить свою эпистемологию. Задачи, которые он ставит перед собой в этой главе, такие. Во-первых, идентифицировать то отличительное свойство мысли от первого лица, которое приводит к иллюзии к трансценденции. Во-вторых, объяснить существование этого свойства. В данном случае имеется в виду, что объяснить его иначе, чем это делает Камп и Кампания. И, в-третьих, уточнить значение этого свойства. И, как говорит, что целые философские теории построены на основе неверного описания того, каким отличительным свойством обладают мысли от первого лица. С его точки зрения, это свойство, это то, что называют репрезентационной независимостью. И вот следующий параграф подсвящен как раз ей. Пика говорит, когда человек формирует перцептивное убеждение с содержанием «я есть F», где F какое-то свойство, он это делает потому, что сам его опыт имеет содержание «я есть F» или имеет какое-то другое содержание, которым обосновывается это содержание «я есть F». То есть в более общем виде основание такого убеждения – это какое-то другое ментальное состояние, не являющееся убеждением, которое репрезентирует определенное содержание «С» как верное. И при этом «С» может быть, а может не быть тождественным «я есть F», то есть тому содержанию, с помощью которого, точнее, которое с помощью этого содержания «С» обосновывается. И даже может рассматриваться неконцептуальное содержание как такое обоснование, и это нисколько не влияет на эффективность того объяснения, которое предлагает Пика. Главное, как он говорит, что иметь место отношение импликации между этим содержанием «С» и «я есть F». В данном случае, если «С» само тождественное «я есть F», то тождество понимается как частный случай импликации. И если есть репрезентационно-зависимые и репрезентационно-независимые случаи использования первого лица. Дальше я буду для краткости говорить о случае использования «я». И эти случаи отличаются друг от друга по способу обоснования. Он рассматривает пример. Человек сидит в темной комнате, однако он знает о том, как предметы располагаются в этой комнате, и может передвигаться между ними. И после определенного передвижения он может сформировать у себя убеждение «я нахожусь перед дверью». Как говорит Пикок, это убеждение «я перед дверью» формируется беспосредственно перцепцией, поскольку темно. И человек опирается только на свои воспоминания, и на основании них формирует представление о том, к какому положению в пространстве приводит его передвижение по комнате. Как говорит Пикок, это состояние имеет неперцептивную и неэпистемическую природу, и оно репрезентирует как истинное, что эпистемический агент, далее я буду говорить просто агент, находится перед дверью. Значит, здесь, несмотря на то, что состояние, на котором основано убеждение «я перед дверью» является неперцептивным, с точки зрения Пикока, оно имеет природу репрезентации. И таким образом этот пример он трактует как репрезентационно-зависимое использование «я». Вот как он определяет, что такое репрезентационно-зависимое использование «я». Это такое использование, когда, если «я» есть тех является содержанием текущего ментального состояния агента, репрезентирующего это содержание как истинное, и агент формирует убеждение «я» есть тех на основе буквального принятия этого состояния в отношении его содержания, то, значит, вот это вот использование «я» таким образом обоснованно является репрезентационно-зависимым. При этом репрезентации не обязательно быть перспективной, как вот в случае с человеком в темной комнате. И Пикок замечает, что с точки зрения исследователя когнитивных способностей репрезентационно-зависимые случаи распадаются на теоретически-естественные виды. Я не совсем поняла это замечание, однако оно в дальнейшем не имеет особого значения, поэтому я свое непонимание оставлю так. Значит, другие использования «я», которые являются обоснованными, это важно, в дальнейшем мы поймем почему, Пикок называет репрезентационно-независимым. Он приводит примеры репрезентационно-независимых использований «я». Такие. Я думаю о теореме Пифагора. Я вижу телефон на столе, я помню посещение вечеринки в честь дня рождения, я помню, что раз в 1872-м я начинаю засыпать, и я боюсь, что ходатайства не будут приняты. Пикок говорит, что в каждом таком случае использование «я» имеет обоснование, но в этом обосновании не задействуется никакого состояния, репрезентирующего содержание «я» есть «я». То есть, таким образом, обоснованное использование «я» не подпадает под определение репрезентационно-зависимого. И состояние, которое здесь задействовано для обоснования, либо репрезентирует какое-то внешнее содержание, как в примере с телефоном, когда я просто имею репрезентацию телефона, стоящего на столе, и отсюда заключаю, что я его вижу там. Ну и аналогичность теоремы Пифагора. Либо же эти состояния, которые используются для обоснования, вообще ничего не имеют, как в случае с осыпанием. Пикок рассматривает возможное возражение против его понимания репрезентационной независимости, а именно, он говорит, что репрезентационно-независимые использования «я» являются обоснованными. Однако, можно сказать, что поскольку между содержанием репрезентации в данном случае и содержанием убеждения «я» есть «теп», нет инфликации, то убеждение не является обоснованным вообще. Ну, например, из того, что телефон есть на столе, не следует логически, что я его там вижу. Однако, Пикок говорит, что в этом возражении нет инфликации, употребляется в смысле нет метафизической необходимости. Но можно говорить об инфликации и в более широком смысле. Например, так. Любой контекст, по отношению к которому истинно первое содержание, является контекстом, по отношению к которому второе содержание также истинно. И тогда, при таком расширенном понимании, все приведенные случаи будут случаями инфликации. Он здесь ссылается на понятие валидности у Каплана. И действительно, если трактовать его примеры по Каплана, то окажется, что все такие, значит, в общем, в каждом примере, если сформировать логическое утверждение в форме, если то, то оно будет валидным. понимание и валидность у Каплана. Значит, далее Пикок объясняет, как его понимание репрезентационной независимости помогает построить теорию знания о себе. он начинает с вопроса о том, является ли полученное убеждение вида «я есть те» знанием, и обязательно ли оно является знанием. То есть, с вопроса о валидности. он говорит, что такое расширенное, в сущности, эпистемически ориентированное понимание импликации предполагает, что истинное содержание опыта влечет истинное содержание приписывания. Однако, ошибка в приписывании свойства объекту возможна вследствие ошибки в том, что данное имя отсылает к этому объекту. И можно задаться вопросом в данном случае такие ошибки возможны или нет. Здесь он ссылается на шумейкера, который рассматривает этот вопрос в своей работе «Some preference and self-awareness». И там он вводит понятие таких случаев, эпистемических, которые защищены от такой ошибки идентификации. И Пикок говорит, что его репрезентационно-независимые употребления являются как раз таким случаем, защищенным от ошибок идентификации. по определению репрезентационно-независимые употребления я не могут быть основаны на выводе посредством замены тождественных и содержания двух других ментальных состояний. То есть когда мы рассматривали варианты репрезентационно-зависимого использования, там было видно, что у нас есть два состояния, между ними имеется какое-то общее содержание, например, содержание я, и вследствие того, что там и там используются понятия имеющие это общее содержание, возможен вывод. Но здесь нет здесь импликация устроена по-другому, и поэтому замены тождественных не происходит, и поэтому как раз если тождество то есть поэтому мы и не должны рассматривать вообще тот вариант, когда тождество установлено неправомерно, когда это ошибочное утверждение тождества. хотя как мы увидим ниже в этом способе обоснования тождество как таковое используется, но оно используется не для вывода, а по-другому. далее, хотя мы сказали, что в случае репрезентационно независимого использования я защищены от ошибок идентификации, в принципе ошибки возможны, например, состояние видения и воспоминания агента чего-то подвержены ошибкам, мы можем что-то принять за другое, либо как-то не точно, либо вообще ошибочно что-то вспомнить. и если такие состояния могут быть основанием для репрезентационно независимого использования я, в объяснении в описаниях агентом себя видящего или вспоминающего это, то и такие приписывания могут быть ошибочными. То есть тут дело в том, что когда мы говорим, что мы видим что-то, то мы тем самым говорим, что у нас не только имеется какой-то визуальный опыт, но и также то, что этот опыт соответствует действительности. То есть тот объект, который мы видим, действительно имеет место там, где мы его видим. Значит, то есть либо репрезентационно независимые случаи все же не совсем защищены от ошибок, либо они должны быть ограничены только самоприписываниями определенного опыта, визуального опыта или опыта о прошлом, из которых вместе с предположением о том, что этот опыт верен, уже выводятся логическим образом суждения о том, что агент идёт или вспоминает. Однако, как говорит Пикок, вторая альтернатива проблематична, во-первых, потому что это сильно сужает применимость его объяснения, а во-вторых, ну просто интуитивно кажется, что когда мы видим что-то и вспоминаем и приписываем себе видение либо вспоминание, то мы не совершаем никакого логического перехода, мы не рассуждаем. Это какой-то не не дифференцированный цельный акт и таким образом объяснение, то есть описание этого процесса, которое в пункте 2 предлагается контринклютивно. Поэтому надо просто принять, что репрезентационное независимое употребление я не гарантирую истинное самоприписывание, даже несмотря на то, что они могут быть знанием. Следующий вопрос, который она рассматривает, это референция. Репрезентационное независимое употребление я не исключает референцию и более того, способы рассуждения с использованием самоприписываний, требующих того, чтобы я был референт, кажутся валидными вне зависимости от того, репрезентационно зависимый это случай или нет. однако есть люди, которые говорят, что у я в самоприписываниях нету на самом деле референта и как в остальной части главы много обнимания уделяют тому, чтобы с этим взглядом спорить. Он говорит, что у нас и нет никакой удовлетворительной модели для семантической оценки суждения от первого лица, в которой не использовалось бы понятие референции. и в целом репрезентационно независимое потребление я, которое он постулирует, вполне согласуется с идеей, что я указывает на что-то и не просто на что-то, а именно на субъекта мышления. третий момент это обоснование. Пика говорит, что когда определенный опыт обосновывает убеждения, включающие репрезентационно независимое потребление я, то содержание этого опыта не полностью объясняет, откуда берется обоснование. Тем не менее, он утверждает, что в таких случаях убеждение не только обосновано, но и может иметь статус знания. Как он говорит, существует класс теорий, различающихся в деталях, но единообразно объясняющих, что кроме содержания может создавать основания в репрезентационно независимых случаях. Он конкретно не упоминает, какие теории он относит к тому классу, о котором он здесь говорит, просто он говорит, что эти теории есть, что по-разному в них объясняются разные другие вещи, однако вот этот компонент в них одинаковый, и именно по этому компоненту он их объединяет в класс, который называют дельта-теориями. Значит, дельта-теории или дельта-подход предполагает, что само появление у агента опыта определенного рода может быть основанием и не только основанием, но и объяснением для вынесения агентом суждения от первого лица с использованием соответствующих такому опыту понятий. И аналогично тому, как суждения о внешнем мире могут быть, как правило, выведены непосредственно из опыта, ну, как в примере, что телефон стоит на столе, из него могут быть выведены и суждения о себе. Объяснение в данном случае состоит в том, что имеет место тождество между обладателем опыта и референтом я. Вот это утверждение, что такое тождество имеет место, я буду называть тезисом тождества сокращенно на ТТ, и в остальном содержании главы оно будет играть существенную роль. Вот схема объяснения, которую предлагает дельта-теория. Мы видим, что слева значит левая вершина этого треугольника, напоминающего перевернутую дельту, из-за которой подход ты назван пикоком дельта-подходом, представляет некоторое сознательное ментальное состояние или событие типа пси, имеющее содержание П. Правая вершина треугольника представляет суждение, которое приписывает мне, то есть агенту, состояние вида пси с содержанием П. Я пси, что П. И третья нижняя вершина треугольника это собственно субъект, благодаря которому и возможен переход между двумя верхними вершинами. вот здесь обозначены не только вершины, но и стороны и обозначение поясняет каким образом здесь функционирует обоснование. Значит между левой вершиной и субъектом имеет место отношение обладания. Данный субъект обладает этим состоянием. и поскольку состояние осознанное, то он тем самым также и осведомлен о том, что он обладает этим состоянием. Правая вершина связана с субъектом отношения референции. субъектом вот поскольку в приписывании я пси штофе используется местоимение первого лица и согласно консенсусу имеющее местоимение местоимение первого лица отсылает не к чему-нибудь, а именно к субъекту, когда кто-то мыслит, то к субъекту мысли, когда кто-то говорит, то к субъекту говорения. и между двумя верхними вершинами имеет место отношение со осознанности или совместности сознания. То есть здесь идет речь о том, что вот это состояние, в котором субъект находится и о котором он он обновлен и суждение вида я-пси-штопе имеют место в одном и том же сознании для одного и того же субъекта. И именно поэтому между ними может быть осуществлен переход. Именно таким образом состояние может обосновывать суждение благодаря тому, что у них просто один субъект и все. Значит другая часть объяснения, без которой дельтаподход не может быть объяснением знания о себе состоит она отвечает на вопрос почему агент прав относительно того в каком ментальном состоянии он находится. То есть можно предположить, что вот эта левая вершина дельты она просто представляет состояние субъекта неправильно и тогда приписывание будет обоснованным, но оно не будет знанием. Ань, секунду, пожалуйста. Ты слайды переключаешь? Просто ты говоришь о треугольнике, а треугольника мы так не видели. Да, я переключаю слайды. Зря мы не сказали об этом раньше. Так, а с какого места ну вот 12 слайд мы видели. А вот дальше и в частности на треугольнике мы заметили, что что-то не меняется. Да, Про треугольник наверное можно сказать. Ну вот вот на этом слайде вы видите сейчас выделенное красным утверждение о тождестве между обладателем опыта и референтом. Это видим, да. Видите, вот. Значит, следующий слайд вот треугольник. Значит, вот вершина соответствующая сознательного ментальному состоянию. Вот вершина значит правая соответствующая осуждению я пси штопе и нижняя вершина субъект. Значит, ну и видно, что слева направо происходит обоснование, которое здесь обозначено линией между двумя верхними вершинами и подписано отношение с у осознанностью. Вот. ну и да, вот как я говорила, все это работает как обоснование, но надо еще и пояснить, почему это обоснование именно знание, а не просто убеждение, которое может быть ошибочным. значит говорит, что то, что агент прав приписывание себе ментального состояния не зависит от того, являются ли его ментальные состояния фактивными, то есть отображают ли они определенное содержание как истинное. примерами фактивных состояний являются восприятие, память и знание либо убеждение. И если эти состояния фактивны, то истинное ли их содержание. Все это несущественно для объяснения в данном случае. И здесь Пикок обращает внимание на то, что репрезентационно независимые случаи в данном случае отличаются от репрезентационно зависимых. Если сравнить с тем же самым примером, с приписыванием субъекта себе свойства быть перед дверью, то ясно, что если его репрезентация некорректна, то есть например, если он в действительности неверно помнит расположение предметов в своей комнате и неверно представляет себе где среди этих предметов он находится сейчас, то суждение я перед дверью может быть ошибочным именно вследствие того, что ошибочная репрезентация, на которой оно основано. значит дельта-подход призван объяснять те случаи, когда знание о себе основано на уровне связующей чувствительности, если использовать терминологию из предыдущей главы, конкретно из параграфа 5.2. То есть вот этот самый переход слева направо это и есть иллюстрация того, как работают уровни связующие чувствительность. Состояние, которое мы видим на левой вершине треугольника представляет собой состояние первого уровня, а справа мы видим состояние второго уровня, точнее мы видим суждение я Пси, что П, которое говорит о наличии состояния второго уровня именно состояния убеждения и вот значит это самое уровне связующая чувствительность надежно в силу априорного характера тезиса тождества и при этом этот подход не предполагает релайбилизма как говорит Пикок хотя некоторые релайбилизмские элементы могут присутствовать это не противоречит использованию объяснения в рамках подхода например например как в случае который под номером 3 фигурирует в параграфе 5-2 где промежуточного состояния нет вообще и установка формируется прямо сейчас например когда нас спрашивают о том как нас зовут значит далее Пикок говорит о том что дельта подход применим только для тех объяснений знания о себе которые предполагают наличие сознательного ментального состояния а в других случаях он не применим вот пример если кто-то делает суждение у меня неправильно работает почка это суждение может быть вполне обоснованным более того оно может быть истинным однако для объяснения того почему оно обосновано и истинно дельта подход применить нельзя потому что состояние обладания неправильно работающей почкой само по себе не является сознательным состоянием и как говорит Пикок в репрезентационно зависимых случаях объяснение знания должно быть другим оно должно включать условия того чтобы агент принимал буквально содержание своего промежуточного состояния в случае с репрезентационно независимым потреблением я ничего подобного нет поскольку нет вывода то у нас даже и нет вопроса о том буквально или не буквально принимать содержание своего состояния мы просто находимся в этом состоянии и сам этот факт является основанием для самоприписывания однако в любом случае дельта подход не дает полного объяснения того как мы приходим к таким самоприписываниям его требуется дополнить каким-то подходом психологии и философии сознания который объяснял бы как происходит переход от сознательных состояний к самоприписываниям то есть дельта подход говорит просто что переход есть что он правомерен но не объясняет механику в данном случае его дополнением могла бы быть какая-то теория субъектности по-английски ownership то есть теория того что значит для субъекта обладать или находиться в тех или иных ментальных состояниях и также теория совместного сознания по-английски call consciousness то есть того что значит для двух ментальных состояний быть состояниями одного и того же субъекта и ну в общем пикок так до конца главы и ничего не говорит о том какие это могли бы быть теории значит третий параграф рассматривает вопрос о том можно ли применять дельта подход для объяснения каких-то других убеждений не касающихся я и не использующих точку зрения первого лица наиболее естественный кандидат для того чтобы попытаться применить дельтоподход таким образом как считает пикок это случай употребления других индексикалов конкретно индексикалов здесь и сейчас если бы мы попытались построить аналог дельтоподхода для момента времени то он должен был бы объяснять переход между определенным событием и суждением о нем тем что суждение присутствует здесь отсылающий к тому самому моменту времени в котором имеет место событий ну и аналогично для пространственной локации аналог дельтоподхода должен был бы объяснять переход между определенным событием и суждением о нем тем что в суждении присутствует сейчас отсылающее к месту где это событие происходит и как говорит что он будет рассматривать только случай момента времени потому что случай для локации абсолютно аналогичен и его можно рассмотреть самостоятельно вот что у нас должно было бы получиться если бы мы попытались нарисовать такую же схему как мы рисовали для обоснования когда использовали дельтоподход обоснования самоприписывания значит слева мы видим события в качестве примера здесь используется политическая демонстрация значит справа мы видим суждение о таком событии в частности эта демонстрация происходит сейчас а нижняя вершина соответствует здесь моменту времени который можно обозначить д и значит в который происходит как событие так и суждение если посмотреть на эту схему с точки зрения чистой интуиции то кажется что здесь что-то не так что переход не должен работать таким образом потому что не всегда когда какое-то событие имеет место в какое-то время в это же время также имеет место суждение это событие происходит сейчас очевидно что если например мы это событие не наблюдаем то и суждение такого не выносит но на схеме никакого наблюдателя нет и значит именно то есть с точки зрения ИКК причина того что такой аналог дельта подход не работает связано именно с наблюдателем а именно причина в том что аналог употребления сейчас в данном случае не аналогичен репрезентационно независимому употреблению я в случае сейчас не само событие а только перспектива наблюдающего его агента обосновывает употребление настоящего времени обсуждения то есть сейчас указывает не на время события а на время его восприятия это становится ясным если мы рассмотрим такую модификацию примера если бы восприятие произошло с большой задержкой то у агента было бы впечатление что событие происходит тогда когда он его воспринимает а не тогда когда событие на самом деле имеет место и если бы агент например знал что имеет место такая задержка что его опыт отличается по времени от того события которое является источником этого опыта он бы употребил другой индексикал вместо сейчас мы можем сконструировать такой искусственный индексикал that time и тогда агент который наблюдал событие он бы сказал что событие происходит that time и таким образом в нашем примере который рассматривает случай нормального восприятия имеет место вывод в котором используется дополнительная посылка что Z time то есть время в которое имеет место восприятие по референтям индексикал сейчас и хотя мы говорили что в дельта подходе когда он применяется для объяснения репрезентационно независимых использований я никакого вывода в обычном смысле этого слова нет есть только расширенная импликация эпистемическая импликация в эпистемическом смысле здесь мы видим что имеет место настоящий логический вывод в котором используется посылка о дождестве моментов времени и это значит что аналог дельта подходу здесь имеет место только на первый взгляд а на самом деле объяснение совершенно по-другому устроено ну и как говорит пикок неприменимость дельта подхода в случае со здесь объясняется аналогично тем не менее репрезентационно независимое использование сейчас возможно если речь идет именно об опыте ну например всякий раз когда мы обосновываем суждение о том что я имею такое-то восприятие мы таким же образом можем обосновать и суждение это восприятие иметь место сейчас просто обычно мы не используем этот интоксикал потому что ну он просто излишний если мы говорим что я имею такое-то восприятие всегда подруглевается что я имею его сейчас значит далее пикок делает несколько утверждений которые не являются полностью обоснованными однако они находятся в контексте в русле его подхода он говорит каждое необходимое условие репрезентационно независимого употребления я состоит в том что приписываемое свойство или является психологическим свойством или выводимое из самоприписывания какого-то психологического свойства ну исходя из того как он определяет репрезентационно независимое употребление а мы помним что он их определяет на основе того как он определяет репрезентационно зависимые употребления просто как другие никакой прямой связи с приписыванием какого-то психологического свойства там нет тем не менее как-то вот не очевидно как можно было бы сконструировать пример который бы претендовал на то чтобы быть репрезентационно независимым употреблением я однако не был бы связан с приписыванием какого-то психологического свойства себе и здесь Игорь говорит что по его мнению именно так устроено рассуждение Декарта которое обычно называется декартовским ковидом то есть Декарт берет вначале какое-то самоприписывание психологического свойства я мыслю а дальше значит он выводит из этого какое-то объективное свойство то есть какое-то свойство вещи а не сознание и выводит это свойство без использования настоящего логического вывода а только исходя из того что я мыслю и я существую я имеет один и тот же референт и как говорит что с его точки зрения это в чистом виде дельтаподход однако важно что я не просто мыслю но я сознательно мыслю если бы этого не было то тогда вывод был бы не проводили значит если условие которое пикок предлагает условие репрезентационно независимого потребления состоящее в том чтобы было приписывание себе какого-то психологического свойства если это условие корректно то распространенная интуиция что есть тесная связь между определенным способом потребления я и ментальными феноменами является обоснованной пикок говорит что даже больше возможно что необходимое условие репрезентационно независимого употребления любого понятия состоит в том что приписываемое свойство является психологическим свойством или выводится из самоприписывания какого-то психологического свойства ну вот мне осталось не совсем понятным какое еще понятие можно было бы репрезентационно независимо употреблять однако может быть они какие-то и есть такие здесь пикок приводит ссылку на работу Эванса The Varieties of Reference значит где Эванс описывает процедуру восхождения для самоприписывания а именно выносить суждение я убежден что п по такому правилу если используя любую имеющуюся у него процедуру определения истинно ли п агент приходит что п то значит он и убежден что п утверждается что такое самоприписывание убеждения будет иметь статус знания о себе и хотя дана явная процедура обоснования здесь вполне применим для этого подход как говорит пикок ну и в итоге всего этого рассуждения можно принять как гипотезу что все самоприписывания с репрезентационно независимым употреблением я которые могут иметь статус знания основаны исключительно на таких самоприписываниях психологических свойств то есть здесь вот пикок говорит что в принципе необходимое условие репрезентационно независимого употребления я состоит в приписывании психологических свойств а здесь более слабое утверждение что только те которые могут иметь статус знания ну и эта гипотеза в контексте его объяснения выглядит еще более правдоподобной потому что дельтаподход объясняет именно что знание о себе может иметь место в тех случаях когда значит вот из приписывания психологического состояния делается заключение на основе единства субъекта значит ну да вот эту гипотезу я обозначаю в УПГ в дальнейшем их будет на нее ссылаться следующий параграф посвящен непосредственно иллюзии которого Пикок называет иллюзией трансценденции он пытается найти в чем состоит источник этой иллюзией иллюзией это утверждение является следствием ошибочного примятия эпистемологического феномена заонтологического но он об этом уже говорил в самом начале главы в чем состоит ошибка из существования особого репрезентационно независимого способа потребления я которое постулирует Пикок не следует что такое я указывает на особого рода объект отличный от референта репрезентационно зависимого потребления я почему Пикок отождествляет такой референт репрезентационно независимого потребления я с трансцендентальным субъектом который фигурирует в Канте и в Топихаке вот он рассматривает рассуждение Канта в итоге которого он приходит к понятию трансцендентального субъекта значит Кант начинает с критики рациональной психологии за то что она неправомерные аргументы приводит в пользу заключения что субъект прост и также что он не уничтожен то есть что душа существует после смерти однако этот его критики не относятся к его собственному понятию трансцендентального субъекта потому что трансцендентальный субъект как говорит Кант это не тот субъект о котором говорит рациональная психология Кант утверждает только что трансцендентальный субъект не познаваем могут рациональной психологии и как здесь ссылается на абзац из критики чистого разума для наглядности я взяла цитату из русского перевода это перевод под Рашиловой под выделенный фрагмент вот в нем говорится что трансцендентальный субъект это нечто вообще представление о чем должно быть простым именно потому что в нем ничего не определено и вот если принять предположение что у репрезентационно независимых потреблений я постулируемых пикоком существует некий особый референт отличный от обычного референта я то что можно было бы сказать об этом референте и как говорит что если попытаться рассмотреть этот вопрос то можно прийти к выводу такому же к которому приходит Кант вот он опять приводит цитату из критики чистого разума в которой Кант говорит что о трансцендентальном субъекте ничего нельзя сказать именно потому что он трансцендентальный вот здесь можно обратить внимание на фразу мы постоянно вращаемся здесь в кругу так как должны уже пользоваться представлением о нем то есть о трансцендентальном субъекте чтобы высказать какое-то суждение о нем также и пикок говорит что значит любые приписывания себе каких-то свойств основанные на репрезентационно независимых потреблений я обычно то есть всегда уже заранее предполагают что какое-то я существует не что субъект может иметь о нем какие-то знания и по крайней мере у его ментальных состояний и таким образом такая же схема имеет место как та о которой говорит Кант осознание я предшествует любому суждению о нем и вот если принять ту гипотезу которая обозначена высшей такой г вот она еще раз все самоприписывания с репрезентационно независимым потреблением я которые могут иметь статус знания основаны исключительно на таких самоприписывания психологических свойств значит то можно заключить что если трансцендентальный субъект это действительно референт репрезентационно независимого потребления я то все что можно о нем сказать узнается прямо по канту только через посредство мыслей составляющих его предиката здесь слово мысли надо понимать расширенно как мысли другие сознательные состояния обоснование такого понимания есть у самого Канта в других местах он говорит что ну в общем в аналогичных случаях он использует расширенное расширенный перечень из мыслей чувств склонности и валений ну здесь вот у пикока стоит слово decisions но я перевела валения потому что решение которым обычно переводят decisions они как будто бы отсылают к какому-то поведению а здесь речь идет именно о внутренних каких-то состояниях которые могут в поведении никак не отражаться значит так же как говорит пикок можно понять почему кант пишет о сознании самом по себе как форме представления репрезентационно независимое употребление я обосновывается не схватыванием какого-то объекта в качестве носителя определенного свойства как мы говорим там телефон красный а осознаванием состояния определенного типа как моего состояния и такое обоснование можно вполне назвать формальным ну не в смысле формальной логики а в том смысле что если я осознаю состояние определенного типа как свое то есть у меня есть определенная форма осознания то это является основанием приписывания себе этого состояния однако концепция трансцендентального субъекта у канта идет дальше чем обоснованно репрезентационно независимым употреблением я и именно за это пикок его и критикует канд некоторые отдельные пункты по которым пикок критикует канд канд кое-где утверждает что к трансцендентальному субъекту неприменимы категории а также что этот субъект лежит вне пространства и вне времени так однако хотя использованный использован кантом трактуемые пикоком как дельтер подход тип обоснования то есть формальное обоснование не позволяет локализовать я в пространстве и времени Как мы локализуем телефон, когда мы говорим, что телефон стоит на столе, это не означает, что такой локализации нет вообще. Это только означает, что мы не знаем, где он находится. И точно так же и с категориями другим, что принадлежность чего к трансцендентальному субъекту или применимость чего к трансцендентальному субъекту Кант отрицает. Хотя мы и не можем никак сделать вывод, что в те или иные категории можно переписать субъекту, это не значит, что они ему не присущи. И в целом, как говорит Пикок, Кант совершенно напрасно пытается объяснить знания с репрезентационно-независимым употреблением Я посредством каких-то манипуляций с онтологией. Это эпистемологическая задача и она должна решаться сугубо эпистемологическим образом. И если вот так подходить к ней со стороны онтологии, то есть постулировать какие-то экзотические субъекты, в смысле объекты, ну в случае Канта это ноумены и трансцендентальный субъект как ноумен, то мы тем самым себе закроем возможность решить проблему интеграции в принципе. Ну можно сказать, что Кант как-то ее решил, сказавши, что ну интеграции нет, ну и ладно, титуэн. И не надо. Однако Пикока такое решение не удовлетворяет, он считает, что это вообще не решение, и что таким образом проблема интеграции становится в принципе неразрешенной. Дальнейшее рассуждение Пикока касается того, почему у Канта со товарищей образовалась вот эта вот иллюзия трансценденции с точки зрения Пикока. Как мне кажется, это самый слабый момент этой главы, потому что в конце концов источник иллюзии, последнее объяснение ее он не находит. Но тем не менее что-то по этому поводу он говорит. В частности он говорит, что содержание репрезентационно-независимого использования «я» это не внутренний демонстратив, как мы могли бы назвать демонстративы типа «эта боль». В суждениях, например, «эта боль острая» мы каким-то образом отсылаем к опыту, ну вот посредством того, что можно было бы назвать внутренним демонстративом, и приписываем этому опыту определенное качество. Однако, когда агент выносит суждение «я нахожусь в ментальном состоянии М», на основании того, что он действительно находится в ментальном состоянии М, у нас нет никакого внутреннего объекта даже, который мы могли бы отсылать с помощью такого внутреннего демонстратива. И таким образом неверно, что само состояние М делает доступным тот компонент содержания, который относится к первому лицу. Содержание, которое относится к первому лицу, доступно нам изначально. Оно является условием применения самого этого метода объяснения. А, в общем, ментальное состояние относится только к тому компоненту содержания, который репрезентирует свойства этого вот субъекта содержания первого лица. И вместе с тем такое использование «я» не имеет отношения к позиционированию себя в объективном порядке вещей мира. Как в тех случаях, когда мы рассматривали примеры типа «я перед дверью», когда «я» позиционируется как объект среди других объектов. То есть содержание такого использования «я» мы не находим ни внутри, как внутренний объект, ни снаружи, как внешний объект среди других вещей мира. И тем не менее, какое-то содержание у этого «я» есть. То есть какой-то субъект предполагается по умолчанию. Здесь Пикок говорит, что важной составляющей взгляда, ведущего к иллюзии трансцендентности, является признание необходимости референции у «я». И это же признание является важной составляющей применимости дельта-подхода. Если бы референция «я» не признавалась, то вместо иллюзии трансценденции должен был бы возникнуть просто бессубъектный подход, о котором Пикок говорит ниже. Значит, и вот, что у нас получается. Хотя позиционирование субъекта в мире не требуется для суждения, этот субъект, очевидно, должен где-то в мире быть. То есть если мы говорим, что у «я» есть какой-то референт, то где этот референт и что он такое? Ответа на этот вопрос от дельта-подхода мы не получаем. И вот трансцендентализм – это один из возможных вариантов ответа на вопрос о том, что такое субъект и где он находится. Ну, с точки зрения Пикока, крайне неудачный вариант ответа. Чтобы получить более удачный вариант, требуется построить метафизику сознания, основанную на нередуцируемом понятии субъекта и свойствия ментальных состояний быть осознаваемыми. Что Пикок делает до конца главы? Ну, заранее скажу, что полную метафизику субъекта он не строит, он просто обозначает какие-то подходы к этой задаче. Однако, прежде чем он начинает какие-то позитивные вещи говорить о субъекте, он рассматривает вариант бессубъектного подхода, то есть точки зрения, относительно... точки зрения, гласящие, что у «я» вообще нет никакого референта. Как говорит Пикок, дельта-подход с такой точки зрения несовместим. В принципе. Значит, а почему это вообще важно? Потому что бессубъектность является довольно популярной точкой зрения среди философов, в частности, ее в том или ином виде принимали Юнг, Витгенштейн, и также, как говорит Пикок в некоторых буддийских текстах, похоже, что она разделяется. Он оговаривается также, что редукционизм относительно субъекта не тождественен бессубъектному взгляду. Однако, как в итоге оказывается, по крайней мере, крайний редукционизм относительно субъекта также не совместим с дельта-подходом. Дельта-подход предполагает референцию «я» к субъекту, и если субъект отрицается, то объяснение знания о себе просто не работает. Или, как минимум, чтобы дельта-подход был применим в рамках такой бессубъектной антологии, нужно сильно модифицировать его, чтобы объяснить, на что еще, кроме субъекта, может указывать «я» и как в этом случае обосновывается самоприписывание. Пикок обозначает три возможных позиции по поводу субъекта, и в дальнейшем позиционирует дельта-подход относительно этих трех позиций. Первая позиция состоит в том, чтобы признать обоснованным переход между сознательным ментальным состоянием и самоприписыванием, однако отрицать наличие референта «уя», по крайней мере, на базовом уровне. Этот подход приписывается к позднему Эйбекенштейну. Пикок приводит цитату. Я не нашла эту цитату в русском переводе, по-моему, ее просто нет, поэтому я здесь не буду на ней останавливаться. Вторая позиция по поводу субъекта состоит в том, чтобы признать, что «я» все-таки имеет какой-то референт, но что именно поэтому переход от возникновения сознательного ментального состояния к соответствующему самоприписыванию не обоснован. Это довольно экзотический ход мысли. В общем, я не знаю никого из философов, кто бы рассуждал таким образом, однако, как говорит Пикок, эту позицию можно приписать Лихтенбергу и в его критике декартовского кодита, когда он сетовал, что Декарт имеет право утверждать только нечто вроде «происходит мышление» или английская фраза в данном случае может быть переведена на русский, как «оно мыслит», но на самом деле это просто бессубъектная конструкция, то есть безличная конструкция, подобная и «trains» или «standards», которые мы переводим на русский, «идёт дождь» или «гремит гром», хотя на самом деле уговорится просто… Ну, «некоторый…» «идёт дождь», как некоторый глагол, «дождит» или что-то вроде этого, ну или так же «гремит гром», как «одиночный глагол», что-то вроде «гремит», а никакого объекта, которому приписывалось бы свойство «дождить» или «греметь», там нет этот объект, и он пуст. Значит, в примечании Пикок объясняет, что здесь имеет в виду Лихтенберг. Он здесь опять же ссылается на вторичную литературу самого Лихтенберга, не приводит. цитат и даже не даёт ссылки на его работы. Поэтому вот примем его примечание на веру. Он говорит, что согласно Лихтенбергу «я» — это не субъект ментальных состояний, а лишь их наблюдатель. И поэтому с позиции первого лица, с позиции «я» можно утверждать, что только что происходит мышление, но нельзя говорить, что «я» мыслю, потому что «я» здесь ни при чём, я не тот, кто мыслит. третья позиция состоит в том, чтобы признать и то, что у «я» есть референт, и то, что переход обоснован. То есть, что референт «я» является не кем-то, а именно субъектом ментальных состояний и, соответственно, у нас субъектом приписаны. И далее у этой позиции, как говорит Пикок, могут быть два варианта. Либо попытаться сделать какую-то уступку сторонникам бессубъектности и редуцировать субъекта к самим ментальным состояниям и их отношениям. Либо же не делать такой уступки и прямо признать за субъектом нередуцируемую онтологию. И вот дельта-подход следует второму варианту. То есть, он не делает уступку бессубъектности. Вот как Пикок понимает метафизику сознания с точки зрения дельта-подхода. Точнее, метафизику сознания, которая бы соответствовала применению дельта-подхода. Во-первых, сознательное ментальное состояние, как оно определяется в рамках дельта-подхода, определяется тем, каково быть в нем. Ну, это достаточно распространенное понимание того, что значит быть сознательным ментальным состоянием. И Пикок здесь обращает внимание на то, что каково быть в нем предполагает, что это субъекту, каково быть в нем. То есть субъект уже существует заранее, всякий раз, когда мы говорим о каком-то сознательном ментальном состоянии. И требуется не просто репрезентация того, каково быть в этом состоянии, а настоящее феноменальное качество. То есть требуется, чтобы субъект не просто где-то присутствовал, а чтобы он присутствовал прямо сейчас, прямо в этом состоянии, иначе этот подход не сработает. Ну, здесь в качестве примеров аналогичного понимания субъекта и его состоянии Пикок упоминает Фреги, работа соц, и Галина Строссена, работа ментал реальти. В связи с тем, что любой разговор о сознательных ментальных состояниях предполагает субъекта, крайний юмянский и нео-юмянский редукционизм не проходит здесь. субъект не просто должен быть, а он должен быть несводим к самим ментальным состояниям и отношениям между ними. потому что, когда мы определяем ментальное состояние, мы уже отсылаем к субъекту. И таким образом наличистый круг пытаться объяснить субъекта как что-то строительными блоками, чего являются ментальные состояния, неправомерно, потому что ментальные состояния не могут быть строительными блоками того, указание на что содержится в определении цены. Вот в примечании в качестве самого известного современного редукциониста относительно субъекта упоминается Парфит, однако говорится, что у Парфита редукционизм умеренный, то есть он явно признает, что на некотором уровне субъект первичен по отношению к ментальным состояниям, но он использует метафору дерева, в котором ствол первичен по отношению к случаям и веткам и таким же образом субъект является некоторой основой, имея которую можно говорить уже о ментальных состояниях. Далее Пика говорит, что крайний редукционист мог бы попытаться избежать возражений, предъявив аналогию с коллективными субъектами, так скажем, например, академическими сообществами или клубами, на определенном уровне они действительно могут выступать как субъекты и действовать так, как могут действовать только они, то есть предпринимать какие-то действия, которые нередукцируемы нередукцируемы действиям каких-то его их членов. Например, принимать новых членов внутрь себя, менять правила и тому подобное. то есть нельзя сказать, что фраза там клуб принял новый устав равнозначно фразе там Иванов, Петров, Сидоров приняли новый устав. Даже если Иванов, Петров и Сидоров это и есть те, которые проголосовали, потому что то, что они проголосовали является основанием того, чтобы клуб принял новый устав, но не самим этим событием. И тем не менее очевидно, что на уровне антологии клуб или академическое сообщество это просто множество человеческих субъектов со связями между ними. однако, как говорит Пикок, структурной аналогии здесь нет, поскольку люди, к которым редукционист сводит деятельность сообществ и клубов, сами по себе не анализируются правдоподобно в терминах их членства в сообществах и клубах, в то время как ментальные состояния анализируются правдоподобно в терминах их членства в терминах их принадлежности субъекту и более того, больше никак правдоподобно они не анализируются. Есть также вариант для более умеренного редукционизма, это сказать, что субъект представляет собой множество состояний со связями между ними, однако, сами эти состояния не могут быть идентифицированы без указания на субъекта, к которому они принадлежат. то есть имеет место такая взаимозависимость, однако, как говорит Пикок, очень сомнительно, чтобы такую точку зрения можно было вообще назвать редукционизмом. Когда мы говорим о редукционизме, предполагается зависимость в одну сторону, что что-то редукцируется к чему-то, а это второе что-то к первому не редукцируется. Если же мы говорим о зависимости в обе стороны, то редукционизмом это назвать крайне сложно. Значит, дополнительные доводы против бессубъектных подходов Пикок берет у других авторов, в частности у Вильямса, который говорит о том, что из наличия двух бессубъектных событий думания, что п и думания штуку, не следует наличие думания, что п и к как говорит Пикок, введение субъекта сразу же объясняет это отсутствие следования. Поскольку каждая из двух мыслей является чьей-то мыслью, если не сказано, что у них один и тот же субъект, то мы не можем сделать вывод о том, что значит эти две мысли могут быть соединены коньюцией. Если же об этих мыслях говорится таким безличным образом, то субъект не указывается и значит такой вывод непроверен всегда. И дело даже не спасает переформулировка примера без экзистенциального квантера. Так мы могли бы сказать, что событие А является думанием что П, а событие Б является событием думания что Пу. И можно сказать, что если так, то если убрать экзистенциальный квантер, то тогда мы могли бы соединить события коньюнкции. Однако Пикок вспоминает пример с шизофреником из параграфа 5-4, который имеет какие-то мысли, но не осознает их как свои. В этом случае он говорит тоже неверно было бы сказать, что если у шизофреника имеется мысль что П и мысль что Пу, то у него также имеется мысль что П и Ку. Тоже нельзя было бы такое заключение сделать. И отсюда видно, что простого наличия мысли недостаточно, надо, чтобы они субъектам осознавались именно как свои. Потому что очевидно, что в нормальной ситуации с нормальными субъектами такой вывод по крайней мере в некоторых случаях должен был быть правомерным, ну иначе мы вообще бы не могли никак рассуждать. Однако вот те случаи, когда он правомерен, надо четко отличать от случая шизофреника. И даже если мы попытаемся сказать, что теоретик бессубъектного подхода имел в виду то суждение, что П делается в сознании, то это бы его тоже не спасло. Потому что это не значит сказать, что субъект ментального события сознательно судит, что П. Это не одинаковые формулировки. И чтобы получить событие последнего типа, необходимо прямо указывать на субъекта. То есть необходимо предполагать, что субъект существует. А если теоретик бессубъектности говорит, что он имеет в виду только такие случаи, когда кто-то сознательно судит, что П, то он тем самым противоречит своему собственному постулату бессубъектности. То есть он проявляет непоследовательность. И если же он таких ограничений не устанавливает, то у него нет способа отличить опыт шизофреника от опыта нормального человека. Дополнительные соображения Пикока по поводу теории бессубъектности состоят в следующем. Как он говорит, теоретики бессубъектности предпочитают описывать опыт с помощью безличных конструкций, подобно описанию грома или молнии. вот я здесь привожу английские фразы, потому что в русском языке эти описания по-другому структурно оформляются. Вот те самые и тандерс, и тлайтенс, когда ит на самом деле пустое и говорится о том, что просто гремит и просто имеет место молния. Однако не из любого описания опыта, как говорит Пикок, можно исключить субъект и получить вообще что-то осмысленное. То есть вот в тех случаях, когда мы использовали безличные конструкции, типа имеет место думание что пэ и думание что пу, вроде бы как все это имело смысл, однако не со всеми ментальными состояниями такое можно проделать вообще. Например, с точки зрения опикока непонятно, какой смысл имеет высказывание о каком-то видении и каком-то слышании, если мы не предполагаем того, кто собственно видит или слышит. Также он обращает внимание на то, что в безличных конструкциях по-видимому не само это личное местоимение в английском варианте является аналогом субъекта, а явно указанный или подразумеваемый параметр места, который мог бы быть например обозначен словом here или in Oxford в примерах типа it thunders here it lightens in Oxford ну понятно, что когда такой параметр не произносится явно, то это либо здесь, либо место, которое восстанавливается исходя из контекста. В частности, на то, что именно место является аналогом субъекта в таких различных конструкциях указывает возможность квантификации по этому параметру места. Мы можем, например, сформировать такое предложение и trains everywhere именингом. Везде в Англии идет дождь. В то время как по личному местоимению мы квантифицировать не можем, именно потому, что оно пустое, там на самом деле нет референта у него. То есть, если есть явно указанный термин для места, то именно ему, а не личному местоимению необходимо должна приписываться референция, чтобы обсуждение было осмыслено. Как говорит Пикок, здесь полная аналогия к бессубъектным высказываниям об обыке, к безместной интерпретации высказывания о дождей, громе или молнии, не больше смысла, чем в попытках бессубъектно описывать опыт. Однако Пикок оговаривается здесь, что признать субъекта нередуцируемым не значит сразу принять все дистинкции, которые можно установить с использованием понятия субъекта. Ну и это аналогично тому, что признать место нередуцируемым не значит принять абсолютное пространство существования которого переулита. То есть мы можем говорить, что место является нередуцируемым, однако при этом понимать место как что-то, что всегда должно определяться по отношению к другим местам. В заключении Пикок говорит несколько тезисов приводит о декартовском Кобито. Значит на основании предыдущего рассуждения можно утверждать, что посылка декарта о Кобито верна и переход от посылки к заключению «Я существую» тоже верен и тем не менее не следует принимать сразу все, что декарт говорит о природе референта «Я». Ну и вот для того, чтобы разобраться с тем, что надо принимать, а что нет относительно антологии «Я», как говорит Пикок данных недостаточно, нужно дальнейшее исследование. Здесь вот я написала от себя несколько вопросов, по поводу которых и нужно было бы это исследование. То есть если мы отвергаем трансцендентный либо же трансцендентальный подход к пониманию «Я», то значит ли это, что мы должны сказать, что субъект иммунентен. Само это противопоставление, конечно, не очень прозрачно, но уж коль скоро мы спорим именно с теми авторами, которые использовали понятие трансценденции либо же трансцендентальности, мы должны употреблять их терминологию и соответственно вот такой вопрос встает перед нами. И если мы признаем, что субъект иммунентен, то должны ли мы признать, что он как таковой познаваем, поскольку понимание противопоставления трансцендентности и иммунентности введено кантом, а есть и другие смыслы слова иммунентный, то вопрос имеет смысл. Если мы признали, что субъект познаваем, то что мы можем сказать о том, каким образом он познаваем. То есть мы на основании рассуждения Пикака поняли, что мы имеем право делать самоприписывание различными способами, то есть наделять субъекта какими-то свойствами, причем и психологическими свойствами, и свойствами пространственной локации и так далее. Но это все какие-то внешние приходящие свойства, а хотелось бы понять собственно в чем состоит бытие субъекта. И вот если это познаваемо, то каким образом это познаваемо? Ну, а Пикак в конце главы дает несколько замечаний о субъекте как обладателе ментальных состояний, которые являются периферическими по отношению к остальному содержанию главы, однако они важны и интересны тем не менее. Во-первых, если субъект способен запоминать собственные более ранние состояния, то он должен быть чем-то устойчивым во времени. кроме того, память должна быть доступна актуализации. Ну, понятно, что вообще в принципе любое рассуждение с использованием памяти, которая основана на представлении о я как имеющего референт, оно требует, чтобы, во-первых, то я, которое присутствовало в момент, когда происходит событие, о котором имеется память, было тождественно тому я, которое помнит, во-вторых, чтобы память в принципе могла быть корректной, адекватной, ну и в-третьих, чтобы эта память была доступна актуализация, потому что иначе было бы невозможно ни в какой момент произвести суждение я помню, что п. Второй момент, некоторые сознательные и ментальные состояния дают субъекту основания для локализационных суждений о себе, таких, например, как я нахожусь под этим деревом. как говорит Пикок, такие суждения могут быть знанием, ну и это соответствует интуиции, да, иногда мы можем знать о том, где мы находимся, и отсюда следует, что субъект как-то локализован в мире, то есть вопреки предположению Канта о том, что субъект находится вне мира, и как говорить, что нет, субъект внутри. И причем основанием для такого знания о локализации субъекта внутри мира является не суждение вида нечто находящееся со мной в каком-то отношении находится под этим деревом, а непосредственно перцептивное суждение от первого лица. То есть, например, я вижу дерево вверху, отсюда следует, что я нахожусь под ним. Третий очень важный момент состоит в том, что один и тот же субъект воспринимает и действует. Исходя из того, о чем Пикок говорил до сих пор, по крайней мере, это утверждение можно распространять на мыслительные действия. То есть, он обладает комплексными каузальными способностями. Если воспринимать буквально процесс создания перцептивного опыта, то субъект должен быть способен иметь какие-то ментальные состояния вследствие воздействия на него или какого-то каузального действия внешнего мира. С одной стороны, и с другой стороны, субъект сам должен быть способен как-то действовать по отношению к миру, ну вот, по крайней мере, мыслительным образом. И последнее замечание, что имеется конститутивная связь между определенными типами содержания, характеризующими ментальные состояния, которые могут возникать у субъекта, и его индивидуированными средой, способностями и отношениями. Объяснение восприятий и убеждений посредством отсылки к внешнему по отношению к субъекту положения дел и объяснение внешнего положения дел посредством отсылки к ментальным состояниям играют ключевую роль в индивидуации таких состояний. И это утверждение, как говорит Пикок, является главным вкладом в проблему философии субъекта со стороны экстерналистской философии языка и сознания. Ну и общее заключение по главе. Здесь Пикок подводит итог и повторяет основные моменты, которые были в главе. Значит, первое, что тезисы о наличии референта у я и правомерности перехода от сознательных ментальных состояний к самоприписыванию основываются на том, что если рефлексия субъекта корректна, то такие сознательные состояния уже подробную от субъекта. Второе, что не нужно делать уступки теории бессубъектности, поскольку нет способа безличного описания, на основе которого можно было бы сконструировать адекватный референт я. Третье, это собственно тезис тождества, что подразумеваемый субъект ментальных состояний и есть референт я. и это следует во-первых из априорной семантики первого лица, что я в мышлении отсылает к субъекту мышления, а я в высказывании отсылает к субъекту высказывания. И во-вторых, это следует из эпистемологии, как показывает нам дельта-подход. То есть из эпистемологии в данном случае знания о себе. Значит, в заключении, в заключительной части главы Пикок также еще раз уточняет и выявляет свои аргументы против двух из трех позиций, которые он перечислял относительно субъекта. В частности, против позиции два он говорит, что чтобы утверждать, что я имею референт, но переход неправомерен, нужно либо отрицать, что любое употребление я в мысли указывает на того, кто мыслит, то есть отрицать общепринятую семантику местоимения первого лица, либо полагать, что субъект сознательных ментальных состояний отличен от субъекта мыслей, то есть переход между ними неправомерен именно из-за того, что не имеет места тождества. Однако оба этих варианта не очень-то хорошо соглашаются с интуицией и в принципе не привлекательны. Дополнительно Пикок замечает, что Лихтенбердов говский вариант критики перехода основаны на том, что в нем якобы используется явным образом тезис тождества не верен потому, что в той модели обоснования, которую предлагает Дельта-Подход, тезис тождества не является посылкой и, соответственно, не используется в выводе. он еще раз говорит, что агенту не нужно формулировать никакого утверждения с местоимением первого лица для того, чтобы обосновать самоприписывание и, в частности, ему не нужно формулировать тезис тождества. Даже никакой формулировки от первого лица не требуется. ему нужно просто быть в соответствующем состоянии. И тогда самоприписывание будет уже обоснованным. Ну и против первой позиции Пика говорит, что чтобы утверждать, что переход правомерен, но у референта я нет, нужно, чтобы у перехода было какое-то другое обоснование, чем посредством отсылки к совместной осознанности двух ментальных состояний. И непонятно, каким образом можно было бы переход этот иначе обосновать. Правда, как говорит Пикок, все, что он говорил относительно бессубъектности, относится именно к тому бессубъектному подходу, который отрицает референт у я. Однако есть еще теории бессубъектности, которые отрицают не референт, а смысл. То есть они говорят, что для того, чтобы делать какие-то самоприписывания, субъекту не нужно обладать концепцией я и как-то ею оперировать. Ну, вот, в частности, Пикок говорит, что у Перри есть работы, в которых такой подход используется. Ну, я эти работы не читала, поэтому не знаю. Опять же, поверим, Пикок у нас в Авард. Ну, и Пикок говорит, что против таких концепций бессубъектности он ничего не имеет и что все, что он говорил выше к ним не относится. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ага, спасибо за доклад. Что у кого какие вопросы, соображения или критика Пикока? Если позволите соображение такое. Мне показалось, что это очень много психологии и Пикока. Нужно было бы побольше семантики. то есть речь должна идти о семантике некоторого языка. Эта семантика является семантикой коммуникативной, в которой используется какая-то индексация. Индексация участников коммуникации. Вот это тогда бы, наверное, было немножечко яснее. Психология не совсем уместна. и это же относится к репрезентации. Не обязательно вообще говорить о репрезентации, если у нас есть какие-то такие вот коммуникативные плавающие индексации. Зачем вообще нужна какая-то репрезентация? такие вот соображения? У меня был вопрос, ну, даже не столько вопросов, скорее уточнения, по-моему, 19-й или 20-й слайд у тебя в презентации, где он говорил, что сейчас можно заменить на сейчас вот на это время, что-то такое было. что да-да-да, вот-вот это оно. И что если бы мы на самом деле не использовали, значит, там, сейчас, если бы восприятие какого-то события, значит, не совпадало с временем, с использованием, получается, сейчас, то, соответственно, нам бы пришлось употреблять какое-то другое. А у нас разве не будет прям контрпримером этому микрорассуждению Пикока? Во-первых, то, что, например, мы, не знаю, смотрим на звезды и говорим, вот сейчас падает звезда, она как бы вообще не сейчас падает. Во-вторых, в принципе, человеческий мозг обрабатывает информацию с замедлением, да, там какие-то микро миллисекунды, но, тем не менее, то, что мы говорим сейчас, оно уже как бы уже не совсем и сейчас. Этот момент меня как-то немножко смутил у него. Ань, если ты что-то говоришь, то тебе нужно микрофон включить. Из-за того, что было эхо, когда Дмитрий Владимирович задавал вопрос, я тебе выключал микрофон. А, да, вот, спасибо. Вот этот пример со звездой, он интересен, и я о нем не думала, но мне кажется, что он не опровергает рассуждения Пикака, а наоборот демонстрирует, что вот тот мысленно сконструированный пример, который он использует, он не такой уж и искусственный. То есть мы на самом деле, мы говорим, сейчас падает звезда, однако, для того, чтобы произвести суждение о том, что она действительно сейчас падает, нам нужно было бы перейти от того, что сейчас я вижу падающую звезду, или скажем так, сейчас я имею восприятие падающей звезды к тому, что она действительно падает сейчас, и мы должны были бы использовать для такого перехода посылку, что время, когда я имею это восприятие, соответствует времени события. И как сказал бы Пикак, несмотря на то, что мы можем иногда так говорить, на самом деле эта посылка неверна, и именно поэтому схема объяснения не приводит к знанию, тогда как в тех случаях, когда мы используем ее для самоприписывания, она приводит к знанию вследствие того, что там нет никаких дополнительных посылок. А вот по поводу замечания Дмитрия Владимировича я хотела сказать, что когда мы говорим о семантике, то нужно понимать, ну, желательно, о какой семантике мы говорим, о семантике языка мышления или о семантике языка коммуникации. И очевидно, что между этими семантиками должна существовать тесная взаимосвязь, потому что если бы мы использовали термины иначе в коммуникации, чем мы используем их, по крайней мере, в явном вербальном мышлении, то нам было бы крайне трудно понимать себя и окружающих. Однако же, когда мы говорим о семантике языка мышления, то неизбежным образом мы должны о нем говорить с использованием таких вещей, как внутренние референты, репрезентации и всякое такое. Потому что, собственно, а к чему еще может отсылать этот... Ну, то есть, да, можно сказать, что там референтом мысленного слова стол, когда я его произношу, является реальный стол. Однако референтом мысленного слова боль является некоторое внутреннее явление, которое соответствует понятию боли, однако с позиции третьего лица оно наблюдаться не может. То есть, мне кажется, что ничего неправомерного и ничего сомнительного, так скажем, опасного в таком словопотреблении нет. Было бы нехорошо, если бы в обосновании своих утверждений приводил какие-то аргументы из области интроспекции и так далее, но ведь этого не происходит. Его аргументы сугубо формальны. Вот этот самый дельта подход, переход, который он обосновывает, он обосновывает сугубо формальным образом, то есть единственное, что требуется, единственный психологический в кавычках факт, который там используется, это вот факт наличия субъекта и его способности иметь сознательное ментальное состояние. Все, больше ничего. и он используется именно как какой-то в расширенном смысле семантический аппарат для получения содержания некоторого вида утверждений. То есть мне кажется, что там как раз много семантики, просто это специфическая семантика языка мыслей, поэтому и кажется, что она так близка к психологии. И вот по поводу Канта. Кант, как известно, был преподавателем школьной логики, которую он зарабатывал на жизнь. И понятие субъекта, но субъекта мысли это есть понятие подлежащего, понятие предиката это есть понятие сказуемого. Поэтому когда Кант говорит о субъекте мысли, это может быть и стол, и стул, и всякие другие вещи. Мне кажется, здесь надо как-то явно отделить то, что мы хотим сказать. Конечно, Кант говорил не только о столах и стульях, он говорил и о сознании. Когда он говорил о сознании, то мы получаем какой-то особый субъект. субъект. Да, конечно. То, что понятие субъекта изменилось по мере развития философии и семантики, очень сильно путает карты иногда. Но в данном случае просто надо предполагать, что у слова субъект современный, привычный нам смысл, а в тех случаях, когда в тех случаях, когда приводятся абзацы из Канта, то переводить его рассуждения на современный язык. Мне кажется, это не очень не вызывает. Может быть, есть какие-то соображения, впечатления от прочитанного, изложенного. В конце концов эта глава тесно связана с пятой главой, о которой рассказывала Оля, и может быть какие-то моменты после... Звук пропал. Аня, посмотрите, у вас отключился звук. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно. Ну, пропал. Здесь слышно. Вот сейчас должно быть слышно. Зелененьким горит. Я говорю о том, что может быть... Ну вот. Я говорю о том, что можно было бы попытаться посмотреть более общим взглядом на эту главу вместе с той главой, о которой рассказывала Оля пятой. и может быть какие-то моменты стали более ясными или наоборот запутались. Ни у кого нет такого. Ну, мне эта глава понравилась больше, по крайней мере, в твоем изложении. Не знаю, как там сам пикок, если его читать напрямую, потому что что-то как-то я сомневаюсь, что мне нравится его стиль изложения. Вот, но в твоем изложении мне понравилось в плане того, что оно, во-первых, выглядит поинтереснее, чем, по крайней мере, для меня, то есть я что-то новое узнала для себя по сравнению с той пятой главой, которую я готовила. Ну, и в принципе, я так понимаю, что если кратко-то ее резюмировать, вот прям совсем колорадка, это вопрос о том, о референции я. А так как раз мы говорим о знании о себе, то нам везде всегда нужно понимать знание кого это и о чем это, то вот возникает вопрос о том, что же это за самый референт я, который у нас здесь появляется. То есть в принципе и насколько я поняла, что вся глава про то, есть ли у я все-таки референции или этой референции нет. У меня, правда, другой вопрос, чего он вообще никак не обратился к аргументам Энском, о том, что я не имеет референции. Довольно, то есть как бы вот когда он говорит про эти бессубъектные подходы и прочее, ну, во-первых, там прям очень сильно пахнуло, французским постструктурализмом конца там 20 века прям очень сильно пахнуло в плане идейном. Вот, а что касается Энска, которую я упомянула, то мне кажется, она прям тут вот как бы хорошо бы зашла, если бы он ее рассмотрел. Не знаю, почему он про нее ничего не сказал в этом плане. Ну вот я, к сожалению, с Энском работами не знакома, однако, насколько я понимаю, Пико критикует не аргументы в пользу бессубъектности, а сам тезис. То есть он говорит, что у нас могут быть различные основания для того, чтобы этот тезис поддерживать, однако следствия принятия этого тезиса таковы, что мы должны от него воздерживаться. Ну и не знаю как кого, но меня в данном случае он убедил. То есть вот его примеры относительно того, что будет, если мы попытаемся говорить о ментальном, аналогично тому, как мы говорим о громе и молнии и будет ли это иметь какой-то смысл, они мне кажутся достаточно прозрачными и мне кажется, что тут не к чему притраться. Действительно, в том, чтобы говорить о ментальном таким образом, помимо всех аргументов, обосновывающих такое слово употребление есть нечто очень сильно ну и контринтуитивное и одновременно эпистемологически неблагоприятное, потому что если мы используем бессубъектный подход, тогда очень большой вопрос, а как мы вообще можем утверждать, что мы обладаем хоть какими-то внятными ментальными тюриями. Если позволить, я такой пример построю. Ну, например, в солипсизме утверждается, что все есть содержание моего сознания. Человек вполне может быть солипсистом и утверждается, что все является содержанием моего сознания. Но когда я говорю, что все является содержанием моего сознания, я не утверждаю, что все является содержанием сознания Анкина Дмитрия Владимировича. Примерно так как-то. Но ведь это и не требуется для подхода ПИКК. то, что вы являетесь Анкиным Дмитрием Владимировичем, это суждение, которое не обосновывается репрезентационно независимым способом. Ну, совершенно очевидно, что опять же, да, вот и сам ПИКК в третьей главе разбирает такого рода примеры и говорит, что убеждения относительно собственного имени во-первых, обосновываются каким-то совершенно другим образом и а во-вторых ни в формировании этих убеждений, ни в формировании убеждений относительно содержания вашего сознания, никаких утверждений относительно того, чему вы как субъект дождественны не используются. То есть когда вас спрашивают о вашем имени, вы просто не называете имя на основании того, что у вас есть способность это знать, как вас зовут или говорить, как вас зовут, когда вас об этом спрашивают. И то, что такие убеждения относятся знанием, оно основано на том, что эта способность надежна, то есть это релебилизм. А когда вы говорите о том, что все является содержанием моего сознания, как селепсизм, ну или там не все, а скажем вот это восприятие или вон то восприятие, то вы используете дельтаподход для обоснования. между между этими двумя вещами нет прямой эпистемической связи и для того, чтобы эту связь установить, надо использовать какие-то длинные логические переходы. каждый из каждый звук снова пропал. вот, ну это можно объяснить и так, что между той самой коммуникативной семантикой, где мы обращаемся к личным местоимениям и какой-то референциальностью никакой связи не существует. звук снова пропал. Ну, в общем, я не знаю, что сказать, кроме того, что это выходит за рамки содержания главы ПИКК, которую я представила сегодня. То есть, да, может быть, можно сделать какой-то логический переход между суждениями первого типа и суждениями второго типа. Однако, этот переход не является таким простым, как тот переход, о котором говорит ПИКК, и способы обоснования этих суждений разные, поэтому надо внимательно смотреть, нет ли там где-то снова звук ушел. сейчас слышно меня? Да, сейчас слышно. А, ну вот, просто, видимо, звук уходит тогда, когда я выключаю микрофон, просто потому, что я заканчиваю говорить, ничего страшного в этом нет. Может быть, у кого-то еще есть какие-то вопросы, соображения, замечания? Ну, что ж, раз вопросов нет, наверное, надо заканчивать. Большое спасибо, Аня, за интересный доклад, очень такой развернутый, подробный. Да, надо думать над этими вещами. Ну, мне кажется, хорошо бы семантики побольше. Ну, хотя я понимаю, что психология, в данном случае, это какая-то квази-психология. психология, на самом деле, это не психология, а семантика, но все-таки как-то позиция Пикака, мне кажется, немножечко из-за этого недостаточно отчетливо. А доклад замечательный, очень подробный. Спасибо. Спасибо за внимание. Да, еще раз спасибо. Раз действительно ни у кого больше нет вопросов, соображений, то давайте заканчивать на этом. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.